всех приветствую на своем канале дорогие мои девочки мои друзья мои любительницы вязания и все кто решил ко мне заглянуть на канал вот по такому поводу при вязании узора 3d крючком то есть вот по этой сумке у которой у меня есть мастер-класс возникли некоторые вопросы у девочек то есть почему не получается вязать ровно то есть идет смещение столбиков может быть я в том видео немножко не уточнила вернее конкретно не уточнила как это вяжется может быть неправильно донесла информацию но может быть еще какие-то причины поэтому я решила сейчас еще снять дополнительные небольшое видео потому что у меня сейчас работе примерно такая же сумка ну то есть это не сумка но неважно дело в том что сейчас я вижу вот таким же узором и как раз вспомнился вот этот вот вопрос почему идет смещение столбиков и не ложится ровно сами узоры то есть вот эти вот столбики да вот эти вытянутые столбики разница вязания происходит потому что здесь разная пряжа здесь толще здесь тоньше и поэтому здесь выходит рисунок по плотнее и потолще здесь разницы нету никакой какие какой вы пряжи будете вязать вы можете взять кавказскую пряжу вязать крючком номер 6 или 8 и все равно у вас получится такой же узор только одно но девочки надо вязать столбики столбик 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 или это называется вязание в раскол вот сейчас попробую еще раз вам уточнить и показать как это делается сразу покажу вам переход нити с одной нити на другую чтобы не было видно самого перехода так как это вязание круговое идет и так допустим сначала смену нити давайте возьмем вот у меня связался столбик и здесь мне надо сделать переход поэтому я провязываю следующим образом я прокалываю крючок в то место куда необходимо сначала я вам покажу переход как делается потом про раскол расскажу вытаскиваем петлю провязываю одну петлю теперь беру другую пряжу для смены нити подцепляю ее и закрываю вот эти вот два столбика уже новой ниткой сзади все это подтягиваем вот эти концы от новой пряжи и концы которые от стоя отстались от предыдущей пряжи и хорошо подтягиваем кладем за работой опять прокалываем крючок в следующий столбик подцепляем снизу рабочую нить вытаскиваем вот эти две нити лежат за работой провязываем столбик еще раз нити остаются здесь вот эту вот уже нить которая у нас была в работе до этого ее можно отрезать она уже нам не нужна и так опять же эти две нити старая и новая ложатся за работу прокалываем крючок следующий столбик секунду запуталась слегка и так прокалываем крючок нить за работой обхватываем рабочую нить так чтобы эти две нити лежали позади чтобы они спрятались у нас затем вытягиваем петлю провязываем петельку и закрываем две петли вместе вот таким образом провязывая и пряча нити за работой и при этом обвивая рабочей нитью вот эти наши хвостики они все останутся внутри изделия то есть их не будет видно вот так вот вылезла значит надо ее потом опять спрятать или лучше распустить конечно вытащим ее в обратную сторону так вот и еще раз все это прячем опять подцепилась и не хочет какая вредная нитка но если на то пошло просто их надо вот так вот немножко между собой перекрутить чтобы они не цеплялись и вот и все нитки у нас спрятаны и их практически не будет видно вот таким но вот то что концы конечно остаются это потом все можно аккуратненько или поджечь потому что они уже не вылезут ну или дальше их попрятать куда-нибудь я обычно их поджигаю это все-таки акрил и она прекрасно эти концы уходят но как прячься остальные кончики это уже ваше дело теперь давайте посмотрим как вязать эти столбики так чтобы не было смещения столбиков и ваш узор никуда не девался это называет правильное вязание в раскол то есть когда мы вяжем наши столбики в столбик мы провязываем не между столбиками как обычно да то есть вот между столбиками есть петля не сюда надо провязывать именно вот в этот раскол то есть у нас петелька двойная вот такая вот и надо крючок именно прокалывать вот в это место в эту рога . и вытягивать петлю это вязание очень напоминает лицевую гладь вообще не очень напоминает но точно напоминает как бы лицевая гладь идет вот где допустим доходим до этого места здесь у нас будет теперь столбик спускаться вот так вот сейчас не сам рисунущись что ли смотрите рисунок сразу вот провязан здесь столбик с накидом сначала петлю потом столбик потом две петли вместе одна петелька пропускается или один столбик пропускается вяжется следующий опять вот в эту вот галочку прям вот крючок вот сюда надо вставлять не под сбоку а именно вот сюда вот в эту галочку вот сюда крючочек надо вставлять если плохо будет видно вот вот таким образом вяжется вот это вот рисунок главное здесь еще вот это вот количество столбиков которые вяжутся от от одного столбика вниз до другого следующего вот это количество петель у вас должно быть одинаковое то есть перемещая здесь не довязывая одну петлю которая остается под столбиком мы ее переносим сюда допустим раз два три четыре сейчас я довяжу пять шесть семь восемь очень неудобно перед камер поэтому рука не правильно жить так 10 и вот одиннадцатый столбик у меня вот этот вот который был теперь вижу спускаю столбик под вот этот вот нижний третий столбик отсюда провязываю столбик с накидом вот это вот то что осталось а под этим коричневым столбиком вот этот вот он пропускается и вяжется в следующий столбик и опять начинаем считать свое количество столбиков если идет смещение столбиков или количество столбиков у вас изменилось а между двумя вот этими как бы рапортами на вот этими то значит надо подгонять количество столбиков выравнивать их допустим если было 11 а тут вдруг появилась как-то 12 допустим или там еще что то значит если появились лишние столбики то надо эти два столбика провязать вместе то есть выйти опять на свое количество петель так 8 10 вот еще последний столбик и опять идет столбик вяжется вниз так вот если у вас появилась вдруг появился лишний столбик значит когда вы считаете вот здесь вот от одного столбика до другого вы считаете значит их надо просто провязать два вместе если не хватает вдруг потеряли где-то столбик значит надо как-то добавить почему для того чтобы ваше изделие в дальнейшем не стало каким-то широким или наоборот не стала заужаться то есть она была одинаковые формы постоянно шло ну вот таким образом вот это вот вязание и называется вязание в раскол если вы будете правильно вязать вот эти вот столбики то есть заводить крючок именно вот в эту вот раскол раздвоение столбика то уверяю вас у вас не должно быть никакого смещения ни в какую сторону ни вправо ни влево но в принципе столбики количество столбиков не должно теряться девочки это такая вот небольшая вам информация по вязанию к этому узору ну здесь вроде бы больше как бы мне добавить нечего просто надо запомнить как правильно вязать вот эти вот столбики я считаю таким узором вот именно вязанием в раскол то есть не обязательно вот эти вот спускать столбики чтобы вывязывать какой-то узор просто с помощью вязания в раскол можно связать не только какие-то допустим сумки там или еще что-то наволочки кстати наволочка очень красивая получится на диванную наволочку на подушку там вот если хорошо присмотреться то вот в данный момент видно что вот здесь вот и как раз прокалывается крючок именно вот в эту вот галочку между двумя ниточками да вот сюда вот видите и такое вот вязка она выглядит как лицевая вот это вот и называется вязание крючком в раскол я хочу попробовать связать именно таким методом какую-нибудь детскую шапочку по кругу ну то есть конечно без вот этих вот дополнительных столбиков которые спускаются а просто вот одной такой вот вязкой в вязкой в раскол хочу посмотреть что получится у меня но там видно будет так у девочки надеюсь я вам немножко подсказала и объяснила как вязать правильно вот этот 3d узор чтобы у вас не было смещения столбиков и рисунок ваш выглядел хорошо вот именно не забывать о том что вот один раз вы сделаете да вот один рядок провяжите что вот в раскол провяжите да а потом уже второй ряд у вас уже пойдет вы поймете что именно вот так надо вязать и тогда у вас ряды будут ровные и четкие вот именно один ряд провяжите внимательно мы второй ряд провяжите внимательно и потом уже все должно у вас восстановиться главное не забывать что надо вязать именно в раскол то есть между двумя петельками и не забывать считать количество но не каждый раз конечно но можно там через ряд через два пересчитывать свои количество вот этих вот столбиков между двумя вот этими работами чтобы у вас не было ни расширение изделия не сужение изделия чтобы в общем был круг какой-то если вязать подушку то не обязательно вязать ну понятно да что не надо вязать никакого донышко там вяжется просто набирается цепочка провязывается допустим а вот так вот свяжите цепочку на длину на длину подушки провяжите два-три ряда туда-обратно допустим столбиками без накида а уже в следующий раз начинаете вязать такое изделие уже по кругу то есть свою вот эту вот полоску которая вы свяжете уже начинаете обвязывать по кругу она вот так вот встает ну то есть вот допустим вы провяжете несколько рядов она вас вот так он загнется и будет и с этой стороны и с этой стороны и вы начинаете это все вязать по кругу у меня есть на этой сумке есть небольшое донышко можно его связать меньше вот это донышко допустим здесь на сумке у меня просто круглая ну вот такое вот круглая дно получилось но я говорю это не столь критично тоже как вы будете вязать какое вы будете взять изделие такое донышко себе и придумаете ну что дорогие девочки вяжите красоту чтобы она вас радовала я всегда постараюсь вам помочь по мере необходимости всем пока до встречи вяжите в свое удовольствие всем пока пока